Итак, карамельный край. Ребят, вот этот принцип, который я сейчас вам покажу, он действует как на столы, как на картины, как на блюда. То есть, все одинаково. Единственные нюансы, здесь придется нам чуть больше потрудиться над торцами и шлифовкой, чего не нужно делать в картинах, и хотя, смотря какие картины, но в блюде точно такого не нужно делать. Смотрите, что значит карамельный край? Карамельный край, это, представьте себе, конфетка, леденец. У нее обтекаемые, вкусные, гладенькие все края. Но вот, чтобы добиться такого в смоле, нам самое главное препятствие, помимо тех, какая смола должна быть, какая шлифовка, самое главное препятствие, это острый край, острый торец. То есть, даже когда вы рисуете, на начальном этапе уже вы берете холст, вы берете подрамник и счищаете края, слегка сглаживаете его, чтобы смола могла растечься и зацепиться в этих краях, чтобы ваша поверхность продолжалась вниз. На столах это максимально актуально, потому что у стола есть торцы очень вкусные, широкие, особенно если с сухоцветами, это вообще самый идеальный вариант, как по мне. Также можно отполировать. В принципе одинаков, что мы сейчас шлифуем до покрытия смолой, финишем карамельным краем, укладываем смолу, а потом можно отполировать этот стол. То есть, в принципе, как бы вы просто несколько шагов себе облегчите до полировки и после финиша полировку. То есть, вы можете также полировать, но сейчас история о карамельном крае, которую вы сможете применить для любых своих изделий, для картины, панно, часов, для всего, чего хотите. Итак, убираем острый край. Дальше. По шлифовке. Это касается тоже и картин, и блюд. Мы обязательно должны шлифовать поверхность, обязательно должны выравнивать ее, и обязательно шлифовка должна быть зерном, если для картин. Вы можете там два листа, шлиф листа взять, например, там 320 и 380 до 400. То есть, у вас в голове должно уместиться, что мы шлифуем до финиша, до 400. В шлифовке столешницы, конечно же, у нас идет от самого низкого зерна, все зависит от того, насколько у вас есть поверхность поврежденная, насколько, какую вы опалубку использовали. Я работаю от 80 зерна до 400 и ступенчато его перевожу. Теперь, если у нас есть наша машинка, да, машинка шлифовочная, смотрите, на этапе выбора дисков, шлиф дисков, вы должны, во-первых, внимательно подходить к выбору дисков, не экономьте на этом, вы потратите больше денег и усилий, и сил, и моральных нервов, когда вы сэкономите, и ваши некачественные зерна, вот смотрите, они состоят из мелких-мелких напылений зернистых, квадратный сантиметр, вот чем реже или больше зерен на квадратный сантиметр, это называется гриты. И вот эти гриты мы должны увеличивать на квадратный сантиметр, ступенчато каждый раз шлифуя. Как получается полировка? Мы от крупного зерна переходим к самому мелкотнюшенькому, и уже в то, что в нет диск, и в плюшевый, в велюровый, в войлочный, и в пасту полировочную. Так идет полировка. Нет никаких таблеток волшебных, которые вам сделают вот так полировку. И если вы слышите курсы про дам, как идеально отполировать, это вам просто покажут, как ступенчатка переводить диски. Но, конечно, и расскажут нюансы, чтобы хорошая, вкусная, красивая, четкая полировка была, без лишних царапин, без лишних барашек. Барашки это вообще боль. На этапе выбора зерна мы внимательно берем и проходимся рукой, смотрим каждый диск. Если это качественная фирма, да, которая, ну, естественно, есть браки, иногда есть браки и даже у качественных производителей, но, как правило, все соответствует цене, и мы проверяем рукой наши диски. Смотрите, что происходит, зачем это мы делаем. Если у вас дешевый диск, вот эти зернышки, которые напылены здесь, да, зернышко отрывается, и когда наша машинка идет по своей траектории, оторвавшееся зернышко начинает также создавать свой рисунок, но только гораздо глубже, потому что оно под листом наждачным, и от этого появляются еще больше царапины, которых не должно быть при этом зерне, и которые не уберутся следующим более мелким зерном. Понятно? То есть на этапе выбора диска, это очень важно, вы должны внимательно выбирать диски. Дальше, после каждого диска, вот сейчас я пройдусь 80-м диском, хорошо убираем поверхность. То есть то же самое происходит, если вы пыль не убрали после каждого диска, то эта пыль также создает лишние царапины, которые не убираются следующим уже зерном. Следующее зерно, то есть у меня 80-е, следующее будет 100-е. 100-е должно сгладить то, что сделало 80-м, оно не может убрать то, что сделало еще более крупное зерно, которое попало у вас под низ. То есть вы это должны понимать. У вас на столе, когда вы работаете при шлифовке, перед покрытием, финишем, перед подкрытием, коррельным краем, вы должны держать диски ступенчато, те, которые вы будете использовать. Вот у меня моя коллекция. У вас должны быть салфетки влажные, сухие, с ацетоном, с рассылителем, любые, главное, чтобы они хорошо убирали. И у вас должна быть машинка, естественно. И щеточка, щеточка, которой я очищаю после шлифовки диск. То есть мы тоже должны диск отшлифовать, очистить перед тем, как приступить дальше к шлифовке. То есть вы видите, что диск забивается, остановитесь, уберите все чисто и дальше шлифуем. Итак, если этот принцип также работает и с листовой наждачной бумагой, если у кого нет машинки, вы то же самое, вы покупаете листы, вы покупаете их ступенчато по нарастанию, но это просто займет дольше времени. Поэтому я, конечно же, советую приобрести машинку, если вы собираетесь и планируете долго работать, и не только столешницы создавать, а и создавать картины, шлифовка, она в принципе для маленького костера подходит. Как только вы почувствуете гладь шлифовки на столешнице, на картине, на костере, вы поймете, какая пропасть между просто покрытием костера, финишем и отшлифованным до финиша или отполированным, или подкрытым под мак. Это совсем другая текстура, это совсем вообще другая история. И вы должны клиента своего влюбить не только в дизайн, а еще вот в эту тактильность. То есть изделия и смолы, они, конечно, красивые на фотографии, но они не передают и 50% своей тактильности и своей глубины. Вы должны передать это через прикосновение тоже. Когда клиент ваш потрогает ваш костер, ваше блюдо, ваши часы, ваш стол, он еще закажет у вас кучу таких. Итак, с чего мы начинаем? Мы начинаем с 80-го диска. И сейчас я прохожусь полностью всю поверхность, прохожу боковушки. Пока только смотрите, какие у меня движения. У меня движения горизонтальные, четкие по поверхности, как идет вибрационная моя машинка. Потом я ставлю тоже ровно к боковушке свой диск. Только третьим шагом, когда я очищу все, очищу свой диск тоже от пыли, я переведу его вот так на сглаживание. И буду сглаживать свой край. Только так. Смотрим внимательно, как это происходит. Сейчас будет шумно. Аккуратно. Смотрите. Носико прикладываю свою машинку к торцу прям перпендикулярно. И держу за пылесос и прохожусь по своей, по своему боковинке. Почему я делаю именно носиком, не плашмя вот так всем диском? Во-первых, от того, что вибрационная машинка, она устроена, она двигается не только по своему кругу, а еще и чуть-чуть придает вибрацию. И если плашмя делать, будет ходить ходуном сама машинка, и ваша рука, она устанет. А если направить вот так вот, придавить чуть-чуть носиком, то это дает лучшую сцепку, диск более прямо проводит и более чисто убирает весь торец, выравнивает. Но когда мы работаем с карамельным краем, мы прочищаем нашу столешницу, делаем ее ровной, и мы прошлифовываем наш торец, он тоже ровно становится. И у вас получается практически, ну, у вас угол 90 градусов выравнивается. Нам этот угол не нужен вот здесь, да? Поэтому третий этап. Мы нашу машинку, после того, как мы прошли с торцы, мы нашей машиночкой сейчас сглаживаем наш край. Как можно сделать? Можно поставить ее просто боком и прокрутить по нашей линии торца. Или аккуратненько пройтись вот такими движениями-качелями и провести нашу машинку по всему краю. Вы делайте, как у вас получится, потому что качели, это не всегда получается идеально. Я иногда придерживаю вот так, придерживаю свою машинку и придерживаю свой круг и начинаю прокручивать ее, да? Прокручивать саму столешницу относительно своей машинки. Вы пробуйте по-разному. Главное, конечно, без сильного нажима, потому что у вас все равно должна быть тоже ровная и высота, и угол сглаживания одинаков по всей поверхности. Поехали! Так, берем салфетку, вытираем. Ребят, теперь все то же самое, что мы прошли с 80-м диском или с тем, с которым вы начали. Все то же самое мы повторяем до зерна 320, ну, идеально 400, но до покрытия средней смолой средней вязкости хватит и до 320. Все то же самое мы проходимся всеми дисками. Верхняя часть, торцы, сглаживание. Не ленитесь, не исключайте шаги, потому что это все выплывет на обратном, ну, к появлению рисок. Не ленитесь убирать пыль и не спешите, делайте все поэтапно и перейдем к покрытию финиш. Трансто't atroz, так же все то же. И так увидим, пыльник репли Это ошибка без�авлений, зарабатывать мою Whew! Arizona сюшила зербан сяк Продолжение следует... 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 Через часа 4 она уже начнет карамелизоваться, как мне нужно, и я буду создавать край карамельный. Поэтому вы смотрите сами для себя, как вы хотите. Вы хотите средний? Если средний, то тогда полностью дожидаемся, когда ПВА-клей высохнет, и только тогда замешиваем смолу, среднюю или густую. Так, ребятки, смола у меня стоит уже замешанная. Теперь, как мы делаем карамельный край? Мы можем смолу настоять, чтобы она у нас набралась вязкости, и выливать ее, и сразу лить. Запаснее это создать обод из скотча. Только берите малярный или армированный, но не обычный. Обычный не приклеится. У меня скотч для опалубки. Проклеиваем. Проклеивайте, ребят, так, чтобы удобно было потом его снимать. Но и чтобы, естественно, он приклеивался хорошо. Оставляйте где-то полсантиметра бортика. Так, прям с натяжкой я клею. Зачем нам нужен этот бортик? Затем, чтобы мы смолу свою сейчас сюда нальем, и чтобы она сразу не побежала вниз. Хорошенько пройдитесь края, пусть приклеится скотч, чтобы он не вытекал. Чтобы смола сразу не побежала вниз, а чуть-чуть набралась вязкости, и только через определенное время, когда мы уже поймем, что она готова спускаться, мы ее спустим на наши торцы. Внимательно посмотрите на столешницу. Все ли вы убрали, все ли везде хорошо, чтобы нам сейчас проливать нашу смолушку. Я замешала ту же смолу, какой и заливала столешницу, поэтому сейчас буду ее по чуть-чуть выливать. Видите, я ее разделила на несколько стаканчиков, чтобы она быстрее не полимеризовалась. Выливаю в центр прям густой лужицы. И, ребят, чтобы знать, сколько нам нужно смолы для нашей работы, есть калькулятор по расходу смолы. У арт-смола калькулятор максимально близкий к точному, так что советую пользоваться. И когда вы посчитаете свой расход, как на финишный слой обычный, прибавляйте еще несколько, я бы сказала, десяток грамм, чтобы вам еще спокойненько смола разошлась по торцам. Она у меня сейчас уперлась в торцы, и это очень хорошо. И пускай вот так где-то часа два она у меня постоит. Еще раз напомню, ребят, у меня смола для объемных заливок. Я добавила в нее чуть больше отвердителя, такую хитрость, и тем самым смола у меня будет застывать быстрее, чем два дня. Но она будет застывать где-то день точно, но полимеризоваться начнет уже густеть через часа 3-4. Но чтобы проводить такие эксперименты, вы должны до этого тоже так же проэкспериментировать. Поэтому, пожалуйста, прежде чем вот так вот ускорять и убыстрять свою смолу, вы должны ее понимать, знать и знать время ее жизни, через сколько она застынет, чтобы такие хитрости состворять с ней. Таким же способом вы можете сделать густой смолой или средней смолой, но только здесь обязательно. Главное условие финиша это то, что смола должна быть настоявшаяся, не живая. Но есть много ошибок учеников, которые настаивают смолу в стаканчике и потом выливают ее на основу. Она уже загустела, она уже полимеризуется. Когда вы будете выливать, у вас от соприкосновения смолы будет куча пузырей. Поэтому мы замешиваем смолу, мы даем ей буквально, если мы говорим о художественной смоле, мы даем ей буквально минут 10 собраться, обклеиваем скотчем, выливаем, ждем. Вот здесь, вот здесь ждем. И подходим зубочисткой, проверяем, какой вязкости смолушка. И когда она уже такая тянется, как медок, убираем скотч, и она растекается, и наши краюшки все покрывают. Мы рукой помогаем, горелкой, феном, чем у вас, чем придется. Убираем скотч, и смолушка растечется и даст нам карамельный край. Вот в чем секрет. Но главное выбрать правильную смолу. В общем, я жду перед тем, как убирать. Так, ребята, самый долгожданный момент. Убираем скотч. Это надо сейчас снимать с другого ракурса, подождите. Вот он вкусненький. Даем смоле растечься, если где нужно, помогаем рукой. И распределяем, пока смолушка подвижная, распределяем наш краешек. И все. Оставляем полимеризоваться. И теперь, ребята, смотрите. Совет. Если вы будете закрывать ПВА клеем строительным, проэкспериментируйте. Обязательно просушите все слои. Отлично отрывается, но там, где капельки были более свежие, чуть-чуть мазался сам клей. А теперь самое интересное. Я эти ножки увидела в один раз из отпусков. Мы видели такую столешницу в квартире съемной. Но там палка центральная проходила по левой стороне насквозь столешницы, где дерево. Я дизайн этот запомнила и решила, что даже столешница родилась от этих ножек. Вот они получились. Делаются легко. Ну, как мне со стороны. Это муж мне сделал. Нужны были подробности, пишите. Но вот палочки под углом скрещиваются и два бруса присверливаются к самой столешнице. Теперь хочу увидеть ваши.